Через офшоры у нас выводятся не только прибыли, но и активы. И поэтому какие там происходят сделки с активами, то ли они там продаются каким-то другим юридическим физическим лицам, то ли они там закладываются, кредитуются ли они. Это вот некая тема, которая закрыта. И я даже думаю, что первые лица нашего государства имеют весьма осмотное об этом представление. Наши компании предпочитают пользоваться иностранными кредитами, а не российскими. Это уже реальная угроза национальному суверенитету. И эта пропорция резидентного-нерезидентного кредитования, она уже давно сложилась в пользу нерезидентного. И казалось бы, уже такие звоночки тревожные, но наша власть на это никак не реагирует. Но это, наверное, закономерно, потому что наша власть, она чисто номинальная. И страна находится под внешним управлением. Если все называть своими именами. То есть, собственно, идет захват такого трофея, как российская экономика. Это война. Просто сегодня мы, слава богу, стали говорить об этом. Раньше это как-то все было прикрыто, камуфлировалось. Какая-то была там информационная завеса. А сейчас вот все приоткрывается. Слово понимали, не понимали. Центральный банк это фактически филиал Федеральной резервной системы. И мы с вами тоже говорили, что Центральный банк Российской Федерации это валютный обменник, в котором сидит девушка. Сегодня действительно сидит девушка. И которая должна работать по определенной инструкции. Обменивать национальные денежные единицы на валюту и обратно. Все. Она не должна не задавать никаких вопросов. Она должна хорошо знать свои инструкции. Все-таки вспомнить, что тут наши первые лица выступали с некими такими достаточно фундаментальными программными установками. Но прежде всего президент перед Федеральным собранием. Обсуждать вот все те тезисы, которые содержатся в выступлениях наших первых лиц, не обязательно. Если мы вспомним про один только тезис. Они говорят, что мы будем там совершенствовать нашу экономику. Проводить там импортозамещение. И так далее, и так далее. Куча красивых слов. Но при этом мы будем открытыми. Извините, если мы открытыми, тогда о чем дальше разговаривать? Нас все закрывают. Все, можно подвести черту подовых выступлений. Понимаете, при открытости проводить импортозамещение, проводить индустриализацию, ну это, вы знаете, скорее другой, приведу метод. Это исторических аналогий. Я не знаю ни одного прецедента, чтобы была проведена индустриализация в условиях открытости. Скажем, классический пример, английская промышленная революция. Она проводилась в условиях высоких таможенных барьеров. Федеральный закон о Центральном банке, это, будем так говорить, бумага, написанная для туземцев. Это все-таки филиал Федеральной резервной системы. Поэтому надо различать декларации цели и реальные цели, которые поставлены перед Центральным банком. Они четко действуют в фарватере тех установок, которые они получают из штаб-квартиры, то есть из Федеральной резервной системы. Может быть, не напрямую из ФРС, а от ведущих акционеров Федеральной резервной системы. Они как раз очень тесно ассоциированы с Федеральной резервной системой. Потому что же, что такое Международный валютный фонд? Это дочерняя структура американского казначейства. А казначейство, это, будем так говорить, структура, которая тесно ассоциирована с ФРС. То есть тут вот такой треугольник выстраивается. Если мы не будем понимать этой архитектуры мировых финансов, тогда мы здесь будем вот в этих мелочах разбираться. Я тогда от обратного задаю вопрос, какие функции остаются у Центрального банка. Потому что в Конституции там записана основная его функция поддержания устойчивости национальной денежной единицы. Где она, эта устойчивость? Причем есть масса вариантов, как эту устойчивость поддерживать. Вот моя коллега совершенно правильно сказала. Значит, введение ограничений или запретов на трансграничное движение капитала. Это очевидная вещь. Я могу напомнить, что в 2009 году, когда Путин тогда, он был премьером, поехал в Давос. И мы находились на пике кризиса. Или, будем так говорить, наоборот, на самой низшей точке. Кто-то из журналистов так ехидно спросил. А вы не хотели бы защититься от финансового кризиса, восстановив валютные ограничения по капитальным операциям? На что Владимир Владимирович сказал, что мы только что внесли поправки в федеральный закон о валютном регулировании, валютном контроле. Мы же не можем периодически, постоянно пересматривать закон. Необходимо и менять саму нашу финансовую систему. А с другой стороны, конечно, необходимо менять систему образования. Вы сейчас затрагиваете больной вопрос, потому что я все-таки профессор. И каждую неделю по несколько раз соприкасаюсь со студенчеством. Должен сказать, что идет, будем так говорить, самая настоящая война против нашего народа и против особенно молодой части. Фактически люди, они даже уже не в состоянии просто логически мыслить. А вот это поколение ЕГЭшников, я не буду сейчас это расшифровывать, самый ценный ресурс иношной экономики дурак. Поэтому действительно, если мы не начнем работать с молодежью и с населением, то мы получим такие же сюрпризы и на других направлениях. Это одно из многих направлений. Одно из многих. Это и наркотики, это и фармацевтика, которая фактически не лечит, а калечит. Я сейчас не хочу увлекаться этой темой, но если мы потеряем молодое поколение, мы потеряем страну. У нас государственно-монополистический или государственно-олигархический капитализм. Поэтому это настолько очевидно, что это основная функция государства, поддерживать олигархию, поддерживать наши монополии, что у них других функций нет. Мне хотелось бы эту неприятную часть осветить немножко, потому что, смотрите, мы тут упоминали цифры внешнего долга. Вы говорили корпоративный долг, если приплюсовать государственно, это 700 миллиардов. Наши валютные резервы без золота где-то около 400 миллиардов. Тут и школьнику понятно, что сколько веревочки не виться, но будет дефолт. Будет дефолт по внешним долгам. Но раньше как-то это не чувствовалось, потому что был доступ к длинным и средним деньгам на финансовых рынках. За рубежом, имеется в виду. Да, за рубежом, да. Сейчас это все обрезано в связи с экономическими санкциями. И поэтому мы на всех парах несемся к дефолту. Я уже несколько раз озвучивал свои предложения по поводу того, что мы должны действовать с упреждением. Все-таки это экономическая война. Мы вот так рассуждаем, как будто все хорошо, прекрасно и маркиз. Это война. Причем экономическая война это часть холодной войны. Холодная война может перейти в горячую фазу. И, соответственно, мы даже должны другой терминологией сейчас пользоваться. Будем так говорить, терминологией мобилизационной экономики. Так вот, я хотел бы сказать, что все-таки нынешняя такая преддефолтная ситуация, она спровоцирована экономическими санкциями. Экономические санкции и нелегитимность с точки зрения международного права. Поэтому я уже много раз в разных средствах массовой информации озвучивал свое предложение. И сейчас еще раз хочу озвучить. Вести мораторий на выплату по внешним обязательствам наших банков и предприятий. Причем это должно сделать наше правительство. Объявить о моратории. И сказать, что этот мораторий связан с форс-мажорами. Форс-мажоры это нарушение, будем так говорить, норм международного права со стороны западных, будем так говорить, игроков. И мы будем этот мораторий держать до тех пор, пока не будут отменены экономические санкции. У нас ситуация предвоенная. В условиях предвоенной ситуации мы используем категорию мобилизационной экономики. В условиях мобилизационной экономики кредитные отношения вообще нонсенс. Понимаете? Строгое распределение ресурсов. Строгое рационирование ресурсов. У нас сегодня есть богатые и сверхбогатые. Есть нищие. В условиях, будем так говорить, чрезвычайных ситуаций осуществляется распределение, чтобы никто не умер с голоду. И даже в годы Второй мировой войны такое рационирование было даже в странах традиционного капитализма. Мы об этом вообще не говорим. Такое ощущение, что над нами голубое небо, и оно будет до бесконечности голубым. Это сейчас крутой раз история. Здесь политика не может не доминировать над экономикой. Поэтому мне хотелось бы сказать простым гражданам, что прежде всего необходима какая-то политическая и идейная мобилизация. Я понимаю, что это крайне сложно делать, но... То есть объединяться, писать какие-то коллективные письма... Безусловно, безусловно. Может быть, даже использовать такой проверенный советским временем инструмент, как касса взаимной помощи. Кстати говоря, касса взаимной помощи, она вполне легитимна. Ни один наш нормативный документ не запрещает. Это фактически взаимопомощь людей. Касса будет обостряться. Я не хотел бы это самое мажор добавлять в наш разговор. Она будет обостряться. Каждый по-своему будет реагировать на эти обострения. То, что мы сейчас говорили, это все необходимо. Но это ослабление, будем так говорить, этой долговой удавки. Причем на некоторое время, потому что через некоторое время все опять возвращается на округи свое. Я что-то вот сейчас сидел и вспомнил этот декрет в ЦИК от января 2018 года. Об аннулировании всех внешних долгов России. Там лучше и внутренние аннулировать, пока не мере тех, у кого нету достаточных долгов. Да, там были последующие декреты об аннулировании внутренних долгов. За некоторыми исключениями. За некоторыми исключениями. Интереснейший опыт, между прочим. Интереснейший. То есть мы можем к этому прийти, вы считаете? Будут спорить, что это не рыночный механизм. Вы знаете, мне все равно, как назвать этот механизм. Но надо спасать народ, надо спасать страну. Рыночный механизм, а придумали, извините, хозяева денег. Это абсолютно очевидно. Рынок это придумка. А невидимая рука рынка Адама Смита, он имел в виду совершенно другое. Понимаете, я не хотел бы сейчас лекцию читать по поводу рынка. Владимир Ильич, ну а с другой стороны, вот с вами поспорят некоторые экономисты и эксперты, и финансисты, что, ну а как же так? Скажут, что в принципе кредитование физлиц способствует увеличению их покупательной способности. Покупательная способность на Западе это основа движущей силы для экономического роста внутреннего рынка. Что в принципе ничего в этом страшного и криминального нет. Просто немножко процентики опустим. Как там счет подрегулируем, какие косметические изменения внесем. Пускай это дело так и продолжает существовать. Пускай россияне набирают долгов, стимулируя экономический рост в стране. В чем-то может они правы? Знаете, слава богу, сегодня уже Запад со своей экономикой, он потерял привлекательность для россиян. И слава богу. Вот сейчас наступает момент истины, и мы видим реальное лицо Запада. Понимаете, в том числе в экономической области. Взять даже, скажем, закредитованность домашних хозяйств Соединенных Штатов. Я года два специально рылся в статистике. Практически они имеют активы в секторе домашних хозяйств, которые меньше их долговых обязательств. Они практически долговые рабы. Просто в какой-то момент времени они это почувствуют. Сейчас они пребывают в некой прострации, но в любой момент это может произойти. Когда их активы обесценятся, а кредиты удорожают. Так уже сейчас они с минусом. Они уже сейчас с минусом. Просто, видимо, какой-то механизм рефинансирования долгов продолжает еще работать. Но в любой момент вся эта... Вопрос такого. В советское время же вы являетесь противником судного процента. Последовательно отстаиваете свою точку зрения. Вы книги пишете и в передачах выступаете. Но вот тем не менее, ведь процент он был не только в капиталистической системе, он был во времена Советского Союза. Может, процента не так страшно, сколько вопрос его величины и как он перераспределяется в экономику через бюджетный механизм. Может быть, здесь проблема кроется, в чьих руках он оседает? Вы знаете, да... Для стимулирования конкуренции, для повышения производительности труда. Конкуренция это тоже дохлая кошка, которую нам подбросили с Запада. Конкуренция это социал-дарвинизм. Понимаете? И люди, которые уже побыли 20 лет в условиях этой конкуренции, когда они стали жить по принципу Homo homini lupus est, все-таки вот этот защитный цивилизационный код человека, он протестует против этого. У предприятия есть стимул более эффективно расходовать ресурсы, вкладывать деньги в развитие... Наши принципы, это все-таки взаимопомощь и сотрудничество. Понимаете? Это наша цивилизация. Мы заимствовали принципы чуждой нам цивилизации. Это цивилизация, которая построена на принципе Homo homini lupus est, человек человеку волк. Понимаете? И, скажем, эта цивилизация, она прорезитировала и продолжает прорезитировать на ресурсах и труде миллиардов людей. Русская цивилизация, она по определению не может так развиваться. Я понял, но в Советском Союзе же и был процент? Был процент, который давал кредиты, промышленные... Полтора-два процента, совершенно верно. Но эта функция была совершенно другая у кредит, стимулирующая. История советского государства началась с того, что мы оказались в условиях экономической торговой блокады. Что мы сделали? Государственная монополия внешней торговли, государственная валютная монополия, государственная банковская монополия. Если не будет государственной банковской монополии, все, мы имеем пятую колонну внутри. Все взорвется изнутри. А вот сейчас вам скажут, что у нас и так все госбанки, и Сбербанк якобы государственный, и внешторгбанк якобы государственный. Кто бы сказал, что у нас Сбербанк государственный? Главным акционером является Центральный банк. А вам скажут, что надо, наоборот, меньше государства, будет лучше работать. Ну, если будет меньше государства, ну, тогда что же, денежное рабство, оно будет сохраняться и процветать. Мы с вами говорили про советский период, там было несколько этапов, скажем, так называемый сталинский этап. Собственно, люди все-таки имели другую систему ценностей, и поэтому как-то вот такого желания выделиться, или жить как-то роскошно, ну, не было такого желания. По возможности. Да. Что могло бы изменить вашу жизнь в лучшую сторону? 11% переход на более высокоплачиваемую работу, 0% крупный кредит, банкирам никто не верит почему-то, хотя понятно почему. 4% это укрепление рубля, снижение курса доллара, и 85% ну, это, так сказать, движение России к социализму, либо к более социально ориентированному государству. Как бы вы могли прокомментировать результаты голосования, что действительно могло бы изменить жизнь россиян в лучшую сторону? Ну, я хотел бы сказать, что вот это голосование, оно подсказывает нам, собственно говоря, планку нашего разговора. То есть нам надо говорить не столько вот о каких-то этих деталях, потому что детали, они могут только помочь немножко ослабить долговую кредитную удавку. В общем-то, люди у нас здравомыслящие и понимают, что надо менять систему. Как уж назвать эту альтернативную систему, понятно, что это достаточно условный термин. Это условный, обещание, социально ориентированное государство, более справедливое. Так что, вот мне кажется, что с учетом вот этого голосования мы должны и следующие наши встречи проводить. А что касается снижения курса доллара, ну, видимо, у части населения все-таки есть некое, так скажем, накопление, и они хотят вернуть хотя бы часть утраченного. Продолжение следует...